Любителей здорового образа жизни и спортсменов ждут несколько маршрутов на международном ледовом полумарафоне. 500 метров, 5, 10 и 21 километр. Участники сами выберут одну из четырех дистанций. Самая короткая была создана для детей. В этом году разработали несколько вариантов маршрута, в том числе один круг для полумарафонцев, а не два, как в прошлые годы. Зависит, конечно же, от разрешения МЧС. То есть, если они нам измерят, куда лед и разрешат второй вариант маршрута, то, соответственно, будет новый маршрут, более интересный, потому как это будет один круг для полумарафонцев. Также Ольга презентовала награды и подарки. В этом году, кроме медалей, которые получит каждый, кто пересечет финишную линию, также будут вручены специальные кубки. Помимо призов, есть денежный фонд, который будет распределен между победителями каждой дистанции. Что касается призов фонда маршрута, он составляет 300 тысяч рублей и будет он разделен между 17 победителями каждой дистанции. На сегодняшний день для участия в марафоне уже зарегистрировались представители 17 регионов России и 10 стран. Основные участники всех подобных мероприятий – это просто люди, которые занимаются и ведут активный образ жизни. Это не профессиональные спортсмены, хотя среди них есть и они, но общая основная масса – это просто любители бега. Среди спикеров присутствовал и директор бренда «Хонор» в России Ран Шунбай. Компания «Хонор» поддерживает ледовый полумарафон с самого начала и таким образом вносит свой вклад в укрепление дружественных отношений между странами и соседями. В этом году они решили разыграть флагманский смартфон между журналистами. Мы поддерживаем марафон в третий раз, так как именно преодоление себя, способность бросить вызов обстоятельствам, решительность отличает настоящих смельчаков. Мы традиционно поддерживаем и тех, кто будет бежать по льду, ведь наш слоган для храбрых идеально соответствует духу спортсменов. В этом году мы подготовили специальную награду для средств массовой информации. Среди журналистов, которые будут освещать наше мероприятие, мы выберем лучшую работу и вручим наш смартфон. Организаторы сообщили, что интерес со стороны средств массовой информации огромен. Специально для освещения марафона ожидается большая группа журналистов из Китая и Японии. И проводя вот такие мероприятия, я сейчас говорю про спорт, мы делаем Приморский край еще более привлекательным на международное время. Напомним, ледовый марафон «Хонор Владивосток Айсран» состоится 24 февраля в бухте Навик на острове Русский. Как отметили организаторы мероприятия, для зрителей и болельщиков будет подготовлена специальная развлекательная программа. На месте проведения соревнований будут работать несколько точек питания. Спортивный праздник обещает быть ярким, интересным и запоминающимся. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.